Полигон Красный Бор Огромные ямы глубиной с трехэтажный дом, под ними залежи глины, которые должны были сдерживать загрязнение почвы и воды. 65 этих карт сейчас закрыто, то есть засыпано землей. Но в этих пяти жидкость, которая может убить все живое на несколько километров вокруг. Прежде всего в картах расположены соли тяжелых металлов, полихлорированные бифенилы, хлорированные углеводороды. Весь набор расположен в слоях. Ну и кислоты, естественно. Складирование отходов остановили в 2014-м, но обезвредить уже накопленные загрязнения Ленинградская область и Санкт-Петербург своими силами не смогли. Полигон несколько раз горел. Появлялись сообщения о том, что стоки с него попадали в ближайшие реки. В 2019-м Владимир Путин одобрил предложение о передаче полигона «Красный бор» в ведение Минприроды России. Сегодня на объект приехала комиссия во главе с замом председателя правительства страны Викторией Абрамченко. То есть они сегодня угрозу окружающей среде не представляют? Хорошо, это очень важный вывод. Почему я спрашиваю? Нам ведь очень важно выбрать правильную технологию рекультивации. Для того, чтобы потом эти технологии можно было применять на других заброшенных объектах советского хемпрома. План по обезвреживанию «Красного бора» уже готов. Вокруг него на глубине от 3 до 9 метров установят противофильтрационную стену шириной почти метр. Жидкие отходы будет перерабатывать специальное предприятие, испытания которого проходят прямо сейчас. На выходе должна получиться вода, в которой рыбу можно будет выращивать, и обезвреженный технический грунт. И в дальнейшем получаем с соответствующими тех условиями СТУ по сути техногрунт, инертный материал пятого класса опасности, который в дальнейшем можно использовать либо где-то, либо использовать для обратной засыпки открытых карт. На очистку «Красного бора» в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» потратят не меньше 10 миллиардов рублей. Технологии, разрабатываемые здесь, будут использоваться для очистки других аналогичных объектов. Страну ждет генеральная уборка. Но сейчас необходимо понять, сколько таких объектов в стране вообще существует. Единого реестра загрязненных промышленных территорий нет до сих пор. Мы сейчас только эту работу начинаем. Запускаем инвентаризацию на суше и на море. Делаем это для того, чтобы запустить дальше генеральную уборку всей страны. И одновременно меняем ситуацию, чтобы не было больше возможностей, законодательной возможности собственнику предприятия или вот таких вот объектов накопленного вреда, их просто бросить на произвол судьбы. Полностью закончить рекультивацию «Красного бора» планируется к 2024 году. Сколько понадобится на очистку всех подобных объектов в стране, мы сможем понять только после того, как будет составлен единый реестр. Дмитрий Акимов и Сергей Фадеев. Вести. Ленинградская область.